Всем привет, вы на канале ТимТим, а это значит, что впереди у нас очередное приключение. Где маска? Дистанцию, почему не соблюдаете? Вот, так вот, группа алкоголиков, любителей туристов и прочие всякие разные вещи. Сегодня мы собрались на плато Ассы, ну мы в принципе туда как на работу уже ездим, но повторяемся, чтобы это видео несколько отличалось. Видео будет реально отличаться от того, что мы снимали ранее, потому что с нами сегодня шедевр японского автопрома, да. Это Хонда, причем не просто Хонда, а Хонда CR-V, вот, как-то раз он нам, Андрей, показывал пример, как Хонда прекрасно справляется с грязью. В этот раз Хонда покажет, как она прекрасно справляется с Андреем. Вопрос, с каким Андреем она справляется? Вот, кстати, с какими Андреями будет справляться Хонда, вам обязательно стоит досмотреть до конца видео, обещает быть реально горячим. Наверняка не найдется ни одного жителя города Алматы или Алматинской области, который хотя бы один раз не посетил плато Ассы. Подняться на плато Ассы можно практически на любом автомобиле, но в целях безопасности лучше использовать полноприводные. Но наша цель сегодня не просто подняться на плато Ассы, а пересечь его с запада на восток и сделать это на обычном паркетнике. Пока все участники экспедиции наблюдали за прекраснейшим Тургенским ущельем, Водитель Хонды делал все, что в его силах для того, чтобы никто не почувствовал его слабым звеном. Прошло совсем немного времени и мы уже резвились у подножья обсерватории, Где каждый считал своим долгом поднять как можно больше пыли. Несмотря на все наши попытки ехать как можно быстрее, Хонда ни на секунду не отставала. Тем временем дорога неумолимо вела нас вверх, открывая все более невероятные виды. Ведь что может быть невероятнее, чем Ауди 80 едущая впереди колонна? Нельзя не отметить, что в очередной раз нам очень повезло с погодой. Протяженность плато Ассы с востока на запад порядка 40 километров, а ширина его около семи. С севера плато ограничивает хребет Карача, а с южной стороны хребет Сарытау. Плато Ассы входит в состав Илья-Латауского национального парка. Ну вот мы и добрались до самого интересного участка. Паджеро Олега легко и при этом очень красиво взбирается на эту горку. Для меня же самое главное выбрать наиболее удачную траекторию. Следующим взбирается на горку Сашин Паджерик на механике с короткой базой. Сразу же видно, что он действительно очень быстро набирает их, ребята. Паджеро 4, как вы видите, с самого начала выбрал действительно неудачную траекторию. Вот примерно так же, но... Поймав сильную диагональ, автомобиль завис воздухом. Активируется задняя межколесная блокировка. И автомобиль с легкостью продолжает движение. И снова наш старый знакомый на Ауди. Увидев эту горочку, он решил уйти правее. Сначала мы хотели пустить Хонду по пути, по которому поехал Ауди. Но несколько прикинуть, что Хонда полноприводная, мы все-таки решили ехать в гору. Выбрав наиболее оптимальную траекторию, водитель попытался таки все-таки проскочить эту диагональ. Не хватило ни динамики, ни ходов подвески. Тогда, немножко откатившись назад, водитель использует старую доблую технологию. Старс двух педалей. И Хонда легко преодолевает это препятствие. Проехав еще небольшое расстояние, наша группа останавливается для фотосессии. С этого холма открывается поистине невероятный вид. А пока мы любуемся видами. Наш старый знакомый спокойно проезжает дальше. Некоторые респекты уважут ему. Он такой маленький, позатертый, позабраться старый и ездить еще продолжать. Вдоволь нафотографировавшись, едем дальше. Водитель Хонды, воодушевленный невероятными возможностями своего автомобиля, решил проскочить по болоту. Ну а что из этого получилось, вы можете видеть дальше. Сейчас, подожди. Так, ну мы ведем репортаж с гуще событий. Тут очень интересно. Как и ранее я говорил, будет интересно. Сегодня у нас настоящий оффроуд. Пошел, 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 пошел. Потом второй паджерик вытаскивал четвертого паджерика, четвертый паджерик вытаскивал третьего паджерика. В общем, затянулось это на несколько часов. Ну и я думаю, вам это уже не интересно. Поэтому пролистаем дальше. Так, что, сегодня готовим плов. Настоящий, походный, вкусный, из мяса. Маленькая? Маленькая? Нет, я просто спрашиваю, маленькая. Маленькая? С мамой? С ладошкой. Ну, мясо у нас уже почти готово. Сейчас забросим овощи. Итак, закинули овоща. Почти, почти, дело подходит к рису. К сожалению, к тому времени, когда приготовился плов, совсем стемнело. И показать вам, какой он был красивый, уже не получится. Поэтому быстро переходим к следующему дню. Чтобы утро было бодрящим, надо взбодриться. Всем привет. Три раза и перекреститься не забудь. Еще раз. Освежившись и вкусно позавтракав, наша компания двинулась в дальнейший путь. Теперь наша задача состояла в том, чтобы подняться наверх и потом уже спуститься к Бортагайскому водохранилищу. Кстати, и с этой задачей Хонда справилась на ура. На месте Бортагайского водохранилища нас ждала величайшая, красивейшая Бортагайская пустошь. Проехав пару километров вокруг Бортагая, мы выезжаем на дороге общего пользования. И на этом наше путешествие подходит к концу. Огромное спасибо за внимание. Было очень приятно с вами вместе попутешествовать. Ну и чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь, ставьте колокольчик. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова